всем привет лайк подписка комментарий поехали покатаемся всем привет а мы поехали дальше а посмотрите какое у нас солнце прям ярко-ярко и вот мы сейчас выйдем да меня прям ослепило обалденно слушайте мы знаете где мы около катка да ты что а что он у нас еще и рабочий что ли до сюда вот заходили на эту площадку а сейчас развернемся проедем тут еще с этой стороны да там смотри у нас новые корты до сделали не корты а что там может футбольное поле а может быть коробки да а там футбол да это мы проезжаем общежития на улице спортивной заехали сначала с одной стороны потом выехали с другой стороны в общем сейчас мы едем здесь слушай да вот это совершенно новое да там все сделано то все ведь для фокеистов футболистов да все есть пожалуйста можете заниматься любимым делом до а вот это кстати тоже наверно по моему у нас гостиница спортивная так и называется на улице спортивной да да ты что интересно очень интересно так у нас с тобой у нас с тобой говорю у нас в городе тут я не знаю эти здания продаются как я не знаю вот этот черри сколько она продавалась перепродавалась на каждый год продается да и каждый год наверно кто-то покупает и что-то там делают а мы сейчас вернули в сторону автовокзала дороги у нас сегодня заметены поэтому сильно наверно во дворы массоваться там в какие-нибудь такие уж глубокие не будем да пап потому что вдруг мы оттуда не выберемся да сегодня снегопад был у нас сильный достаточно снег шел практически целый день и даже ночь да но несмотря на это вроде бы вроде бы техника справилась вроде бы так даже чистенько я скажу на улицах вот эти здания мне очень нравятся они какие-то очень интересные тут какие-то такие эти архитектурные эти всякие выкрутасы надо кошечками да само здание такое интересное какой-то формы интересной прям здорово как волк вас тот самый классный желтый это у нас такая расписная тут это порнография около к площади до вот проспект мира можете посмотреть до после снегопада в принципе огребен в принципе чистенько ехать можно да конечно снег он не до асфальта там с чищен но все вполне прилично все вполне комфортно вот здесь кстати тоже домики посмотрите как у них выделены вот эти вот ком я даже не знаю как а а как там просто шторка наверно висит да вот вот такие выделения то объемистые там о окон то вот про это здание я рассказывал это у нас здание библиотеки улица линии 50 а вверху получается как жилой жилые жилые квартиры улица улица мира но кто-то меня из подписчиков подправлял я помню он даже спорил что у нас никогда не было в городе кирово-чапецкие улицы мира у нас только проспект мира ведь проспект мира это и есть улица просто говорят все знают мира и мира до мира и мира вот это у нас торговый центр весна всегда был торговым центром да вот сколько я себя помню сколько я себя живу он и навсегда тут был торговым центром да ну тут тоже аляписто все вот это вот аляписто то что вечером вас сияет сияет да то что видно рекламы эти все это полиция ну да здание полиции раньше была милиция сейчас полиция она всегда тут было до всегда мвд россии кому интересно она находится здесь на улице на проспекте мира а мы поедем дальше и будем с вами еще что-нибудь смотреть обязательно а куда ты хочешь завернуть налево ну давай завернем налево не здесь а вот там иногда надо походить налево поездить слушая проспект россии то вообще весь заметен там даже колеи то нет вот здесь кстати тоже вот в этом здании где внизу вот такие полосочки да на фасаде там тоже библиотека здесь когда-то или дальше кафе кафе ведь какое-то было вот такое кафе оказывается а слушай а где было орлики на кафе куда мы все-таки с тобой иногда ходили кушать но его закрыли а посмотрите посмотрите у нас есть садик такой современный такой он яркий и окрас когда цветастенький такой симпатичненький как и велишь ты спойка на песню вилен какую-нибудь не хочу да вот эти да вот не ображают такие вода вставки из стекла в этих даже увеличили его площадь объем объем увеличили на людям не хватает пространство мороженое едят а я помню помню что мы как раз ели зимой мороженое и было все нормально и горло даже не болело а сейчас мы уже несколько лет всей семьей мороженое вообще не не едим потому что что-то с горло здоровье славы да если только летом в к в жару совсем до собачка а мы едем во дворах ой слушай смотри какая здоровская тут вообще да симпатичная площадочка а вот тут слушай нас покорей по колеям то мотает заматывает ремонт обуви вот тут есть за ручью вывеска какая-то да кто же да у нас же пишут это да я увеличу немножко жил известный российский фотохудожник алексей михалович перевозчиков в этом доме он жил да вот смотрите интересно слушай а мы поехали дальше кому интересно пиши ставь лайк подписывайся на канал всем пока встретимся в другом ролике